Оперативники уголовного розыска пришли по делу о надругательстве над школьницей. Пришли в дом экстрасенса-целителя. Мужчина этого почему-то предвидеть не смог и решил сбежать через крышу. Он погиб. Подробности жизни и смерти доктора философии в области экономики и психологии. Прямо сейчас смотрите. В дом, а точнее в коттедж на отшибе деревни Мухоловка, оперативники профильного отдела угрозыска пришли еще до рассвета. Основание визита – уголовное дело. По заявлению матери, ее дочери не было и 12-ти, когда, по словам женщины, ребенку показали кино для взрослых и трогали под одеждой. Проводником в мир порно, по версии следствия, стал разменявший седьмой десяток основателя Института биосенсорной психологии. Но о предмете его научных изысканий – позже. Хозяин дома понял, зачем пришли строгие мужчины в штатском. Позже в рапорте будет написано, что во время проникновения в жилище мужчина попытался скрыться и проследовал на крышу. В доме три этажа, плюс высокий цоколь. Считай, четыре. Вероятно, план уйти от спортивных оперативников был надежен. Подозреваемый в педофилии прыгнул вниз. Итог полета – переломы, скорая больница, смерть. В доме отчаянного профессора Владимира Танкова про его загадочную ученую степень еще расскажем, провели обыски. Среди прочего, нашли снимки обнаженных взрослых в обществе детей. Многие сделаны на участке у дома подозреваемого. В загородной резиденции проводили психологические практики. Нежно, вонечка и пачка, возникает либо клубление, на этих клубах, либо клубиться. Педагогика распространялась на все сферы. Просто разбилки и вместе разбилки. Мы не достигаем никаких результатов. Погибший 30 лет назад открыл институт биосенсорной психологии. Среди практик, например, телекинез. Научить любого, например, двигать пуговицы, можно за три часа и всего за четыре тысячи. На видео «Чудо-курсы» люди, не мигая, следят за крутящимися поделками и пластиковыми стаканчиками, плывущими по воде в тазике. Улучшить биосенсорное здоровье можно за 20 тысяч. Погружение в чудо-науку с профессионалами уже 75 тысяч. Несмотря на круглые суммы, выручка организации в 21 году составила всего полмиллиона. Чистый убыток, согласно открытым данным, более 200 тысяч рублей. Свой профессионализм подозреваемый в педофилии подтверждал дипломами. Это диплом доктора философии в психологии и экономике, подтвержденный такими мощными организациями, как Межправительственный Высший Ученый Совет и Международный Парламент Безопасности Мира. А это документ о таинственной степени грант-доктора. Многие вещи, в том числе в гадании, в предсказаниях, в подобных каких-то вещах, которые являются для вас понятными, для окружающих людей, являются удивительными. Знания Танков, как гласит множество иллюстраций на сайте, получал также в Испано-американском вузе. Правда, ни в одной стране у этой альма-матер нет аккредитации от официальных органов образования. Бывшие ученики и коллеги грант-доктора Танкова по чудодейственным практикам скорбят. В соцсетях появляются соболезнования. В коттеджном поселке уже второй день шепчутся, ведь давно подозревали неладное. Только что тут какая-то секция была. Вот они строятся, из себя строятся, вот и все. Водилы, которых кабина выше забора, говорили, что там, говорит, за бабы голые бегают. Мы такие, какие бабы голые? Ну а так с другой стороны. Бегают и бегают. В следственном комитете остается дело о неоднократном сексуальном надругательстве над 11-летней девочкой. Его могут закрыть в связи с гибелью подозреваемого. А могут и продолжить, если близкие погибшего захотят через суд добиться оправдания. Поэтому вполне могут появиться и новые истории из интересной жизни грант-доктора биосенсорной психологии.